Добрый вечер, девочки и мальчики! Всех приветствуем на канале Юрия и Лариса Иванова. Я буду готовить ужин. Запеканку картофельную. Это я только лишь для вас приготовила, вот разложила по тарелочкам. Так бы это все было бы очень-очень быстро. Поэтому я считаю, что это очень быстрое блюдо. И не такое уж дорогое и сытное. Поэтому я решила его нам приготовить. Для вас же, опять же, я взвешила 800 грамм картофеля у меня, 200 грамм лука, 300 грамм грибов, 2 ложки с горкой сметаны 20%, 2 яйца, они у меня очень маленькие, примерно 150 миллилитров молока, соль. И на сегодня я взяла приправу для блюд из картофеля. А еще у меня приготовлено подсолнечное масло около плиты. Мне нужно будет обжаривать лучок. А также мне нужен будет сыр. Я его, как всегда, забыла положить. И вот он наш кусочек. Для начала я потру картофель. Картофель я буду тереть на терке для моркови по-корейски, но это не обязательно. И картошку можно разным способом для этой запеканки. Можно ее вообще сварить. Можно ее потереть на обычной терке. Можно ее порезать. Можно ее кружечками порезать. Можно соломочкой. Можно как хотите. Мне нравится на вот такой терке для моркови по-корейски. Картофель я потерла. Теперь я его заливаю холодной водой. Заливаю холодной водой. И у меня стоит. Я это очень часто должна промывать. Раз 5-6 я должна поменять воду. Сейчас мы режем грибочки. Грибы я покрошила крупно. Сейчас я хорошо лук. Лук вот я поменьше измечу. Я уже поставила сковороду на плитку. Для того, чтобы обжарить грибы с луком. Сковорода нагрелась. Она, видите, у меня без масла. Нужно их просто обжаривать без масла. Чтобы с них жидкость испарилась. Я уже промываю третий раз. Я просто вымываю крахмал. Кому нравится с крахмалом. Более крахмальная она. То можете так тщательно ее не промывать. Я вот откинула на хито картошку. Все-таки решила добавить сливочного масла. Ложку полную. Будет очень вкусно с ним. Грибочки со сливочным маслом. И вот так примерно ложки 2 оливкового или подполнечного. Добавляйте. Ммм, запах сразу, надо сказать, от сливочного масла. Очень-очень вкусный. И уже сосет под ложечкой. И вот теперь перемешиваем. И готовим, чтобы лук зажарился. До золотистого цвета. Ты уже знаешь, да? Ты скоро будешь сам готовить. Я люблю вот так именно грибочки обжаривать. А вот сыра кладите и трите по своему желанию. Любите сыр и побольше. Кладите больше. Сбрызгиваю форму. Я делаю болтушку, заливку, заправку. Все, что можно, применила. Немножечко подсаливаю. И перемешиваю. Так, кладем картошку, половинку. Теперь добавляем сюда начиночку. Так, вот этот слой немножко присыпем сыром. Теперь оставшуюся картошку. Заливаем заливкой. И ставим в духовку. Я уже ее поставила на разогрев на 200 градусов до готовности. У каждого духовка разная. У кого-то с конвектором, у кого-то без. Напряжение тоже разное в сети. Поэтому смотрим по своей духовке. Сыром я буду присыпать, когда уже почти готово будет. Прошло 30 минут. У меня я достала. Теперь мне нужно посыпать сыром. И я снова ставлю до запекания сыра. Румяная корочка, чтобы у него появилась. Пока он у меня зажаривается. Сыр. Я тут решила порезать лук. Лето. Такая красота. Я пошел на огороде, сорвал укроп, лук и посыпал. И вкусно, и полезно. Вот так вот у меня подрумянилось. Я совсем зажаривать не стала. Теперь я покрошила же лук. Можно посыпать сверху. Ой, запах, надо сказать вам, вкусно, как пахнет. Я представляю, как это все вкусненько. Отлично. Мне тоже нравится. Замечу, что прошло 48 минут, как я поставила ее запекаться в духовку. И мы открыли салатик, который готовили на зиму. У нас в плейлисте заготовки. Это у нас патиссоны по-корейски. Очень вкусно. Плейлист заготовки в конце видео в конечных заставках. И я тут уже прыгаю вокруг этой запеканки. Очень кушать хочется. Хотя бы идеально. Надо было бы дать ей остыть. Ничего нет идеального. Удобная лопаточка. А мы все хотим по-быстрому. Ребята, просто обалдеть. Ты рекомендуешь попробовать? Очень рекомендую всем. Попробуйте. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайки. Я, как всегда, всем пожелаю крепкого здоровья. И не забывайте нас. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Нам это очень приятно. Всем пока-пока. До новых встреч. Ну как же это вкусно. Как я люблю картошку. Кто согласен со мной, ставьте лайк. Пишите комментарии.